Тема нашего сегодняшнего выпуска Кроме меня, ты больше никому не нравишься А с вами передача о вкусах не спорят и ведущие Светлана Абрамова и Роман Полянский Харизматичный, темпераментный, потрясающий мужчина Я, наверное, догадываюсь, о ком ты говоришь Ну-ка Это Атар Кушанашвили? Абсолютно правильно Ну что ж, Атар, мы вас ждем И я здесь Я здесь, приветствую вас Здравствуйте Леди 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 С каждым выпуском, с каждым циклом, съемочным пулом Как говорят телевизионщики Саша, Борис, все более вызывающе Хорошо выглядит на фоне двух остальных Бледных, как смерть ведущих Саша, поделись рецептом Пока Руденко по городам и весям Ведет мастер-классы по тому, как не сдохнуть от сосиски с хлебом А Кушанашвили раздают алименты Всем, кому обещал нас глупа любви Этот человек объехал все черноморские здравницы Все Атар Нам очень приятно, что вы пришли Это взаимно И у нас вот такая тема сегодняшней передачи, нашего спора Не побоюсь этого слова Предложение Кроме меня, ты больше никому не нравишься Кроме меня, ты больше никому не нравишься Ну я пошел Вот, скажите Какие-то вот такие ситуации были в вашей жизни Вот когда вы, допустим Ну харизматичный человек Темпераментный Вы честный, благородный, объективный человек Он приятный, имеет собеседование Да, вот А были ли такие случаи, когда вот вы прямо Вот так чересчур выделялись Допустим, такое слово Чересчур выделялись Что прямо общество вас так Как говорят в американских фильмах Которые все сняты по моим сценариям Ага Это история всей моей жизни Вообще-то Эта шаблонная реплика очень подходит мне Я выделялся всегда Это происходило в силу разных причин Мне надо было выделяться в начале карьеры Как сказала бы ранее Светлана Абрамова В экспозиции карьеры И как сказал бы поздний Рома В прологе карьеры Мне пришлось Мне приходилось много выпендриваться Потому что Чтобы меня взяли на карандаш На заметку Чтобы я запомнился Это было лицедейство Самого низкого пошиба Я его не чурался Потому что я приехал из Кутаисии Не нравился, по-моему, никому Кроме тех людей Которые понимали, что я отвратительный Я тошнотворный Я склизкий Я смердящий Принесу тем организациям На которые я работал В качестве бэт-боя Гораздо больше дивидендов Чем приглаженные, зачесанные Причесанные мальчики Каковым был На заре карьеры Александр Анатольевич Ну не страшно было, Атар Вот когда вы еще Не зарекомендовали себя Как сейчас Вот пойти на такой шаг Я скажу вам на чистоту Мне по отчаянию И против того, что обо мне думали люди А думать ничего хорошего Они обо мне не могли Потому что мне за многое стыдно То, что я делал Прикрываясь благородными намерениями Кормить семью и так далее Очень часто мне не просто Не то, чтобы страшно Мне было очень неловко Много раз Но я это тщательно скрывал Вообще я Лицедей Самого дешевого свойства Дети меня Когда подросли Раскусили во мне Загробную реинкарнацию Аль Пачино Худшую копию Гоши Куцелька Когда он тверезый и необнюханный И я должен вам сказать Они правы Потому что Спектакли, которые я ставил Спектакли в кавычках Они были не очень хорошими Честно говоря Было и страшно И неловко И многое От суда с Аллой Пугачевой До Мордобоя в Португалии На футбольном поле Судьей Поподробнее Хочется каких-то конкретных примеров Ну я был пьяный Я был пьяный Оскорбил женщину Совершенно безвинную И потом Мне хватило ума Когда я протрезвел Принести извинения Уже в зале суда Но меня судили На год общественных работ Я Я Я Я Подчинился решению суда Назвал ее плохим словом И я был отвратителен Но я понимал Что И я понимал Цинично Что один этот проступок Принесет мне гораздо больше дивидендов Нежели щеголяние Знанием Бродского 65 страница Четвертая страфа сверху И когда я дома говорю Детям Я по Мережковскому Писал научный труд И это никому не было нужно Пока я в Португалии Не сел в тюрьму За то что избил судью Удалившего Сергея Овчинникова Из ворот Я догнал судью Назвал ему на букву П И ударил ногой Я сидел в тюрьме Десять дней по-моему Восемь дней из них меня били И потом я вышел оттуда И сказал что я всех бил Вранье приносило мне много денег И Ну как можно такими поступками гордиться Но люди помнят только это Я вас упреждаю Вам же Света 9 лет Ему 12 У вас вся жизнь К сожалению для меня впереди И я вас упреждаю Люди не запоминают Что ты Что ты цитируешь Бродского По памяти Они сейчас В эпоху вот этого всего В эпоху того Во что вы окунулись И в профессии Вот это По канонам этой профессии Запомнят самое гадкое До сих пор это же живо И до сих пор Да это не просто живо Приобрело такой шизофренический размах В стране где Грузинка Сейчас Собчакашвили Выдвигается в президенты А Бузова считается Лорданой Берте Мне кажется Я снова выбегу на поле И сбивать судью Надо помнить о себе Тарскажи пожалуйста А как ты сам относишься К людям Которые вот Совершенно не похожи на тебя И вообще отличаются от тебя С другим мировоззрением С каким-то познанием жизни Как ты к ним относишься Я отношусь Я обнаружил в себе Качество Которое никак не мог Преполагать В себе Не то что наличествующим Я его в себе не холил Не левел Не пестовал Я очень дружелюбный парень Я ненавижу Враждебных людей Враждебно настроенных людей Я обожаю Дружелюбных людей И я люблю Атмосферных людей Люди которые выделяются Из общего ряда Любой ценой Как минимум Добиваются моей симпатии Я не Дома у меня царит культ Местоимения я У нас нету местоимения мы Кроме тех моментов Когда по выходным Мы собираемся за большим столом Это местоимение я Каждый в моем доме Имеет право Выпендриваться как хочет Я не приемлю Средние Средние линии поведения Мивелировки Извините за громкие слова Любой человек Который выделяется Даже Выше названная Выпускница дома 666 Достойные того Чтобы Ну по крайней мере Не обсуждать их Я не могу это делать Я могу это сделать По сценарию Какой-то телевизионной программы Что я делаю В гостях у Малахова Обкидывая всех дерьмом С большим удовольствием Мы за толстый конверт Но люди имеют право Жить как хотят Все Даже страшно сказать Футболист Кокорин Имеет право жить Как он хочет Прости меня господи За то что употребил Эту фамилию То есть если дети Допустим когда-то Придут к тебе Приведут свою вторую половинку А эта вторая половинка Будет Ну категорически Тебе не нравится Уже было такое Уже было У моей дочери Не помню 46 или 22 Моей старшей дочери Значит 24 Звонок другу Моей дочери старше У меня разброс детей 22 года И 2 года Ага Восемь Пять спецназов Кутаистских Ага Карманных воров И три шарлистеронов Ааа Три штучки шарлистеронов Восемь Восемь детей Я спас Нашу общую страну От демографической И не один раз И не один раз Президент попросил Я пошел делать По поводу того Как дочка привела мне Хахаля Как вы это называете Светлана Раннее Абрамал Как вы это называли Тогда, когда верили Что парни Это нормальные существа Привела ко мне Какого-то Нападающего Нижнетагильского Волгаря Какого-то Боже что И какого-то Парень был Настолько Отвратителен Что даже Заслужил Мое уважение Он не побоялся У молодых людей Теперешних Я-то Когда испытывал Неловкость Дома страдал А у теперешних Этого комплекса Нет Он пришел Был похож на Помесь осла С С поздним Каеметовым С поздним Каеметовым Я должен вам сказать Что он вел себя Так лихо Залихватски И уверенно Что эта линия Поведения Покорила меня И нажирался Он достаточно По нападающему Для жениха К утру Его уже не было В судьбе моей дочери Но это уже не важно Важно Что он вел себя С достоинством Был их сбит С достоинством И дочь сказала Больше никогда Никого не приведу Но привела второго Второй был Тоже избит Но он протянул Больше Два дня И сейчас У нее Романтические отношения Про избиение Вы понимаете же Что я Это юмор Низкопробный Никого я не трогаю Ну разок Табуреткой Ну разок Разве это что-то такое Для близирова И у нее Романтические отношения И я Я повторяю Что я очень Дружелюбный Я приму Любого Кого любят мои дети Любого Любой поворот Я раньше предполагал Что я Буду нокаутировать Как ранее Братья Кличко Которых самих Нокаутировали Теперь И Но Я оказался По очень гостеприимным И она говорит Я не узнаю Куда А все Дело в том Что Экранный образ Сентиментальный Старикашка Это все равно Что Кого же еще Обгадить Это все равно Что участник Песни года И Стиви Вандер Вот это Да Вот это Неплохо Я отличаюсь От того Что я вытворяю На экране И домашний Так как Стиви Вандер Отличается От всех друзей Игоря Крутого Ну вот Вы выбрали Вот такую роль Да Для себя Для общества Ну а Вот именно Вот в этом Обществе Были вот Какие-то Такие ситуации Когда Люди же не понимают Что это Образ у вас Такой Конечно Большинство Ситуации Вот такие Ну помимо Били меня Судей Ну как Били меня Потом Моим детям Говорили неприятные вещи Били меня Понятно Я потом Как-то с этим Разбирался Но дети Дежурные хроники На другом канале Я расскажу как В дежурной части Есть такая программа Расскажу как Но Когда обижали детей Я понимал Что нужно 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 Чуть помедленнее Кони Нужно остудить Пыл Дети росли А дети Как сказала бы Ранее Абрамова Растут молниеносно И как В целом Позднее Рома Выглядели Стримглав И вдруг Они в школе Выслушивают Из-за меня Непотребности Конечно Я Я уже Переключил регистр Стал больше Выказывать себя Сентиментальным Но люди Подавляющим Большинстве Своем Сейчас мы не говорим Про ваш модный канал Мы не говорим Про канал Которые смотрят Люди С высоким Мы говорим Про людей Если ты говоришь Слова на букву Ж и П Ты обречен На феноменальный успех Это самый легкий путь К успеху Я это прошел Теперь Пусть этим занимается Один из моих Не самых способных Учеников Шнур Не самых способных Честно говоря Я от него Ожидал больше Потому что Вложил в него Целый грузинский 14 лари А он закончил Посыланием На Это не очень Не на такое Рассчитывал При этом Он по один из самых Умных людей Которых я встречал Ну конечно Я считаю Что Я считаю Что Людей С одной стороны Люди не могут понять Какие ты вещи вытворяешь А с другой Как можно предъявлять людям Предъявлять людям Претензии Если Все Среда В которой они живут Настолько Безысходное И беспросветное Что еще Они будут задумываться Над природой поступков Какого-то там Урода Тушинашвили Они не обязаны Это делать И я стал Изобретать Какое-то нечто Среднее Между моей Университетской Выучкой И вот таким Поведением Такого Недобитого На сельской дискотеке Паренька Который делает Седьмую попытку С порванной губой Подойти к Абрамовой Ты пойдешь со мной Будешь моя Или тебе не жить Эти приемы Кстати по-прежнему Работают на дискотеках Я проверял Вот как Бороться С непониманием И когда На тебя показывают Пальцем Говорят Что ты белая ворона Что ты не такой И вот Как вести себя Я плохой советчик В этом смысле Как сказать ребенку Что ему не надо Стесняться Быть не похожи на других Как ему внушить Что он не будет избитым Он будет избитым И не раз Если Как ему эту правду Преподнести И если ему соврать Что это Так замечательно Что ты Так же не похож На всех Пальцем 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 Мне кажется что я заразил Их этим Что бы ни случилось И это пройдет Это как надпись И это пройдет И твои слезы пройдут Все будет хорошо Как-то я им мушил Это все Ну все же Момент Был ли какой-то момент Когда было реально тяжело Вот А допустим Когда вы только Переехали в Москву Нет Когда переехал в Москву Не да Я везучий сукин сын Не да Тяжело Тяжело было Когда я выругался Во время Евровидения Матом В эфире Первого канала И меня лишили работы На 7 лет И мне пришлось Уехать в Киев А дети уже росли Это было 4 утра Я ругался Матом Думая что Камеры выключены Я думал что Камеры выключены А потом Как я должен был Если в студию Вошла Наташа Королева Я же не Баратынского бы цитировал Конечно я выругался И группа Премьер-министр Та заняла 11 место По-моему И в студии Все стали над ним потешаться А они были Моими приятелями Они умеренно Бездарные люди Но в тот момент Смеяться над Посланником Твоей страны Который проиграл Мне показалось Кощувственным 4 утра Откуда мне было Знать Некрофона у меня нет Я думал что уже Конфетир рассыпано Студия полупустая И я выругался Матом Еще скажите про ребят А там показывают Крупным планом Они плачут Узнав результат Я думаю добивайтесь Сейчас Когда они приедут сюда Скажите им в лицо Это все Что они плохо спели А спели они неплохо Просто Песня была фекальная И я выругался Матом Известно Я не знаю По чьей указке Но 7 лет Я не мог найти работу Я 3 года Жил на деньги друзей Потом уехал в Киев Превратился там В группу Тейкзет И Ван Дирекшн Вместе взятых Я даже не знал Что я буду Парализовывать Уличные движения Видно там Своих придутков мало Я появился на местном ТВ На канале Интер Самом главном Довоенном Киеве Начал вести программу Разбор полетов И вышло несколько выпусков В свет Я жил в ДОВ тогда И думал Как бы оттуда И в один момент Я понял Что я из страны Под названием Украина Не буду торопиться в Россию Потому что я зашел В отель Пятизвездный И мне начинают аплодировать Не знаю Один человек Потом торт Ой Как это И я понимаю И я думаю Давайте-ка снимите Пошлю Эрсту Как я здесь обрел Вторую Было очень тяжело Три года Не было по приезде Тяжело По приезде Я был переполнен Витальностью Самоуверенность Уверенностью в себе И я как-то Пробавлялся А вот когда Уже дети И безработица Это было тяжело Врать дома Что все будет хорошо Три года Но друзья Мне сужали деньги Я все всем раздал Но выжив тогда О каких можно Сейчас трудностях Говорить Мне даже не страшно Встретить Машу Распутину Без макияжа Сейчас я не боюсь Ничего А там Смотрите А вот Допустим Вот у вас Такой образ жизни Такая роль А не было ли момента Когда просто Хотелось Плюнуть на все И вот сбросить Все маски И быть просто Простым человеком Простым Простым человеком Будучи сыном Моих родителей Мне не удастся быть Я очень рефлексирующий парень Самокопанием Перебачиваю Простым не удастся быть Это простым для меня Синонимом медности Нет Если хочешь нравиться Свете Абрамовой Хочешь завалить в постель Леру Кудрявцеву Теперешнюю Конечно Замужнюю Но тогда я имею в виду Ты должен быть непростым У меня не было никогда Желания забросить все Этого нет у меня Во мне нет этого Как я Как это Это на страницах Журнала Hello Каждый второй У кого случайно Берут интервью Снимается в сериале 22 эпизод Сериала Попа тети Зои Он уже на обложке Ее говорят ему Вы устаете? Да, отчим Ему 18 лет Юный гей какой-то Который на Патриарших прудах Пьет морковный сок И он дает интервью И он говорит Я устал от своей профессии И когда я устаю Дочитай хотя бы Мама мыла раму Без ошибок научись писать Я когда брал интервью У Стиви Уандера В Юрмалу приезжавшего Как вы Что вы мне спрашиваете Он с переводчиком Не видя меня Не видя меня Он пощупал мои руки Какие странные вопросы Как можно устать от этого От того Что я люблю Я говорю Ну наши молодые артисты Вот один под фанеру Сейчас поет Говорят, что устают От репетиций Как можно от этого устать? Тогда не общайтесь с ним Я не уставал никогда И забрасывать ничего не хотел Но когда было безденежнее Вот это означенное безработица Я, конечно, сдавал экзамен на прочность Это был самый тяжелый Самый унизительный момент в жизни Я бы не хотел возвращаться Знаете, как Я никогда не вернусь В те времена Я лучше покончу с собой Но больше я в те времена не вернусь Я бы это переживать снова Люди не подают руки Сейчас Меня обсловывают Чуть Чуть менее часто Чем Владимира Путина Чуть Но эти же люди Не здоровались со мной Год назад Когда у меня не было Сольной программы Я приехал из Киева Уже ставшего военным На военном положении И в силу известной причины Я не хотел бы быть между молотом И наковальней Не одобряя ни тех, ни других Но надо было выбирать родину Вернуться к детям Эти же люди мне говорят Как? Оттарик Ты превзошел себя, брат Вчера видели Я тебе полгода тянул руку Ты мне не пожимал ее в ответ Но это обычные издержки нашей профессии Я вас предупреждаю об этом Единственное, на кого вы можете рассчитывать Это понятно Не кайф Это все ясно уже Мы уже идем в гости Я не отрекаюсь Если соберетесь Если соберетесь Увидите рожи, которые меня окружают И поймете, откуда во мне жизнелюбие За что было стыдно? Я бы больше любил Жану Фриске Я бы не бросил беде А казалось так, что бросил Мурата Насырова Кабы, если бы Я понимаю, что среди молодых ведущих 18-летних участников сериалов Меня отымела лошадь И до обложки журнала появляющихся Мои рассуждения покажутся от лукавого Но они просто еще дерьма не ели А я уже съел Я был бы нежен с Муратом Насыровым Больше, чем я был Я был бы Если бы я был рядом с Игорем Сориным Он бы не взобрался на подоконник Я видел, каким занятием он стал предаваться Я проходил через ад и алкогольный И всех транктивизаторов Но мне хватило ума из-за детей вернуться А у них не хватило силы воли А у Игоря Сориного не было детей Я бы поменял эту часть Я бы больше времени с ними проводил Потому что, мне кажется, у меня есть умение Поднимать настроение людям в самые мрачные дни Я бы свернул их И, конечно, я бы больше времени проводил с братом Которого убили два года назад на Лизанском проспекте Ни за что не прошло Такой, в отличие от меня Такой покойный И вообще не имеющий отношения к нашей профессии человек Я бы, конечно, все сделал Я с изумлением обнаружил, что я очень хороший сын был Все-таки я предъявлял себе претензии Думаю, что я сделал для них такого, за что... Я сделал все для родителей Вот все, что я мог сделать, я сделал Но вот с этими людьми я бы разобрался, включая брата Я бы обнял их Обнимал бы их Я им сказал, что Если сегодня пасмурно, это же ведь... Сказал какие-то общие вещи Иногда простые слова, сказанные кем-то определенным Тебя спасают от многих глупостей Вот это бы поменял И, конечно, чаще бы прерывал Андрея Малахова Но я этим я займусь завтра Срывал бы ему чаще съемку Что ж, спасибо, Атар Спасибо вам большое Атар, это здорово Это вот, да, человек, который может поднять настроение Во-первых, поднять настроение А во-вторых, Атар, это тот пример, который поможет всем неординарным и творческим личностям понять, что у них может быть блестящая карьера У всех может быть блестящая карьера Нет, 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 это же, это искусство Да, вот многие перебарщивицы, у них не получается быть Это значит, ты знаешь, как у Усоцкого Значит, ты неправильные книжки в детстве читал И они, кроме как от прощения от остальных, ничего не получают Ну, я когда включаю, у меня такое же отношение, другое Все должно совпасть Минимальное хотя бы обаяние Правильные родители, которые тебя любили Все проблемы от недолюбленности И люди, которые послушают нашу с вами беседу И имеющие уши, да услышат Они услышат то, что я сказал про Мурат Насырова А кому надо услышать только то, чем славен Атар, он услышит шутку про Каяметова И осла, на которого тот похож Да, 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 да Ты должен воспринимать человека Картина мира должна быть полная Я вот это хочу вам внушить И, по-моему, чуть-чуть где-то удалось Спасибо вам большое, что позвали меня на разговорчик Спасибо Помимо того, что Атар просто умный человек Начитанный наиумнейший человек Который может себе позволить быть, так скажем, быть, ну, глупым, да? Да, это правильная формировка, правильно? Мне кажется, это вот именно не просто глупый глупым, да, показывает себя Правильная формулировка А он умный, который может позволить себе показаться глупым Это правильная формулировка Это именно то, именно то, что я воплощаю в жизни Раскусил меня Сегодня шандарат, ну, за тебя Да, спасибо Спасибо Леди Всего доброго всем До свидания Огромное спасибо Человек-праздник Ну, вот видишь, это даже неплохо иногда быть белой вороной Ох, после того, как у нас в гостях побывал Атар Ром, я согласна с тобой Ну, наконец-то И, судя по тому, что же сказал Атар, иногда даже стоит придумать себе амплуа, чтобы выделяться И с помощью этого достигнуть еще каких-то целей Ну, своих Ты же понимаешь, что самое главное придумать амплуа Но для этого нужно быть умным, начитанным человеком Чтобы иногда себя показать в глупом виде Но самое главное, мне кажется, нужно еще быть абсолютно честным перед собой Абсолютно доверять себе Быть искренним Тогда будет уже все равно, что другие люди думают о тебе Согласна с тобой Поэтому действуйте с умом и будет вам счастье Ну, а с вами была передача «О вкусах не спорят» И ее ведущие Светлана Абрамова и Роман Полянский До встречи Пока Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова